Проект на связи с губернатором на страже здоровья людей. Бригада врачей ездит по городам и селам Самарской области, чтобы провести обследование и ответить на вопросы жителей. Одна из задач – донести информацию о возможностях современного здравоохранения. В Красноярском районе прошло уже почти два десятка встреч. Какого результата добились там, расскажет Ася Кондаурова. Валентина Коплунова живет в маленьком поселке Угловой. Сдавать анализы постоянно ездит в райцентр. Но сегодня все гораздо ближе. В соседней Малой Каменке проходит проект на связи с губернатором. Здесь и здоровье можно проверить, и в очереди стоять не надо. Я заинтересован даже в этом мероприятии. Я регулярно анализы сдаю, я знаю все свои параметры. В Малой Каменке живет почти 300 человек. Большинство – пенсионеры. За льготными лекарствами приходится ездить в районную больницу, а местный фельдшерский пункт уже несколько десятилетий не видел ремонта. Ольга Лутфулина жалуется – участковый врач постоянно меняется, так что местные жители даже привыкнуть не успевают. В лечении, конечно, будут пробелы, потому что много людей с хроническими болезнями, которым требуется… Хотелось бы, чтобы один врач их вел. Организаторы проводят такие беседы не впервые и давно знают ответы, рассказывают. Новое здание ФАПа Малой Каменке обещали уже в будущем году, а миновать длинные очереди можно с помощью предварительной записи. Люди, да, больше стали записываться посредством телефонной связи. У нас пять каналов телефонной связи выделено и через интернет. Напрямую, не томясь в очередях, не томясь в живой очереди, потому что живая очередь, она, сами понимаете, несет за собой достаточно много таких неприятных психоэмоциональных моментов. И эта встреча в Красноярском районе уже девятнадцатая. Осведомленность людей о возможностях здравоохранения растет, и врачи признаются, работать становится гораздо проще для них и для самих пациентов. Ася Кандаурова, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Красноярский район.